Получить высшее образование. Об этом сегодня мечтает, пожалуй, каждый старшеклассник. При этом большинство ребят планирует поступить в вузы на очную форму обучения, чтобы в полной мере ощутить все прелести студенческой жизни и вернуться в родной город дипломированными специалистами. Один из востребованных вузов у наших 11-классников – Северный Арктический Федеральный Университет. Подробности в нашем следующем сюжете. Сегодняшние 11-классники – потенциальные абитуриенты. Несмотря на то, что до окончания школы осталось больше четырех месяцев, ребята уже всерьез задумываются о будущей профессии. Лев Хаймин, ученик 11-го класса третьей школы, уже определился и с вузом. Он будет поступать в один из филиалов САФУ в Северодвинске. У меня был пример жизни. У меня тетя училась в филиале Севмаштуз. Он раньше не был филиалом САФУ. А потом еще один фактор – САФУ входит в 10 федеральных университетов страны. И общая доступность этого университета у нас в городе. Так как у нас находится филиаловая приемная комиссия, и не надо беспокоиться за документы, то, что как они будут доходить и как долго. Я выбрал две специальности. Я на обе их подам документы, смотрю на какую. Первое – это информационная безопасность, а второе – кораблестроение. Планирует поступать в Северный Арктический Федеральный Университет и Олег Беляев. Молодой человек учится в 11-м классе школы номер один. А свое будущее намерен связать с бизнес-информатикой. Я после школы выбрал для себя САФУ. Решил я так, потому что мне нравятся специалисты, которые там преподают, на которые я хочу поступать в дальнейшем. Ну и Архангельск – это мой родной город, поэтому я хочу вернуться туда. О том, какие специальности сегодня предлагают потенциальным абитуриентам САФУ, какие формы обучения доступны и какие документы потребуются для поступления в ВУЗ, выпускники окружных школ могут узнать, не покидая пределы родного города. Для этого необходимо обратиться в филиал Северного Арктического Федерального Университета в Наринмаре. Он расположен на базе Ненецкого аграрно-экономического техникума. Мы оказываем помощь нашим ребятам-выпускникам в поступлении в университет. Ежегодно в филиале работает приемная комиссия. Мы принимаем документы у ребят, помогаем им готовить этот пакет документов, оказываем консультационную помощь, методическую в заполнении заявления. Объясняем правила приема, помогаем отслеживать информацию дальнейшую по поступлению и по зачислению. Также наш филиал Северного Арктического Федерального Университета проводит профориентационную работу с будущими выпускниками и их родителями. На этой неделе участие во встречах приняла представитель филиала САФУ из Северодвинска Ольга Варнавская. Филиал САФУ из Северодвинска очень большой. У нас 4000 обучающихся, среди них 70 человек ваших. То есть мы уже довольно давно сотрудничаем именно с точки зрения того, чтобы ребята ехали, в том числе к нам. У нас два института, один колледж. Ну, изюминкой Северодвинска всегда и было, остается Институт судостроения морской арктической техники. Это бывший Севмаштуз. Второй институт – это гуманитарный институт. И старейшее учебное заведение Северодвинска – это технический колледж. По словам Ольги Варнавской, Институт судостроения и морской арктической техники, известный как Севмаштуз, предоставляет ребятам уникальную возможность, единственную на всей территории страны. Здесь ведется целевая подготовка кадров для предприятий судостроительной сферы по системе «Завод в ТУЗ», которая предполагает официальное трудоустройство, систему двойных стипендий, получение зарплаты в период производственной практики и другие возможности. Северодвинский центр атомного судостроения, крупнейшие предприятия мировые сосредоточены именно в этом городе. И объединенная судостроительная корпорация, которая является лидером производства этого, прилагает все усилия для того, чтобы предприятия развивались. Соответственно, город живет, город развивается. А самое главное, ребята, поступившие к нам, потом 100% оттуда устраиваются. Заводы берут на себя эти обязательства. Но не только очная форма обучения доступна студентам САФО. Как отметила Ольга Питунина, в планах Наринмарского филиала университета предоставит ребятам возможность получения высшего образования, не выезжая за пределы региона, используя для этого дистанционные технологии. И чем мы будем заниматься в этом году, для того, чтобы в следующем году у нас начал работать филиал в этом направлении более активно. Сейчас наша задача промониторить информацию, какие специалисты в первую очередь необходимы нам здесь, для того, чтобы нам определиться, какие программы мы будем реализовывать. Вот как раз в ближайшее время сейчас мы этим будем заниматься. На то, чтобы определиться с выбором будущей профессии, у старшеклассников окружных школ есть как минимум 4 месяца. А чтобы диплом о высшем образовании в будущем имел весомое значение и годы студенческой жизни не были потрачены впустую, выбирая ВУЗ, потенциальным абитуриентам следует ориентироваться на два основных момента – надёжность и престижность. Эти гарантии может дать только государственный ВУЗ.